Здравствуйте, я психолог, меня зовут Александр Кламановский, я выступаю в лектории «Прямая речь». Мы оказались в новой, совершенно необычной ситуации. Необычность в частности в том, что мы в ней оказались все. Не только туристы, которые пострадали из-за осложнений отношений с соседней страной, не только люди, чьи рублевые сбережения пострадали из-за дефолта, все поголовно, причем на всей планете. И это какой-то новый опыт, которого никогда не доводилось испытывать людям нашей с вами современной культуры. В нем много разных сторон, главное, конечно, медицинское, ее мы здесь обсуждать не будем, тут достаточно своих специалистов, и к их рекомендациям, конечно, надо прислушиваться, но прислушиваться по существу, а не к накалу страстей. И маску носить действительно нужно, просто потому что это правильно, а не потому что иначе чуть-чуть приподнимешь маску, и все, и конец. Это такой новый опыт, из которого можно извлечь замечательную выгоду. Мы внезапно оказываемся в необходимости, например, столкнуться с собственными детьми, как бы это ни прозвучало, и проверить, есть ли у меня действительно возможность по-настоящему с детьми общаться, без законной отговорки, что я же так занят на работе. Могу ли я действительно в своего ребенка вовлечься, и лечь с ним пузом на ковер, и подвигать его кубики, или вникать в его тик-ток, не отвлекаясь на новости в смартфоне, сбрасывая на эти 20-30 минут мобильные звонки. И многие из нас убедятся в том, что мне это трудно, я так не могу, и у меня даже не получается это сразу практиковать, не страшно. Коронавирус и карантин пройдут, а вот этот новый импульс в отношении с детьми будет продолжаться. Многие из нас столкнутся вдруг со своим одиночеством, которое до сих пор было незаметно за работой, за мероприятиями, за развлечениями, а теперь отменились футбольные матчи, отменилось Евровидение, и я остался один на один с собой, и вдруг чувствую какую-то сосущую пустоту, не знаю, куда себя девать, с кем пообщаться. И есть вынужденная необходимость, вынужденная возможность полежать весь световой день на диване с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе, вспоминая, перебирая свои отношения с людьми, с друзьями. Вот как это было. Было же когда-то компанийское время, когда мне звонили, меня приглашали, почему это теперь не так. Может быть, потому что мне звонили, и я охотно начинал выговариваться, вместо того, чтобы выслушивать, выспрашивать. Вот мне и перестали позвонивать. И карантин закончится, а этот новый импульс, новое понимание моих отношений с людьми, может быть, помогут как-то по-новому их строить. Многие люди, работая теперь в удаленном формате, замечают, что им не хватает личного общения, и не хватает вот такого непосредственного контакта. И это значит, что потом, когда карантин закончится, и все вернутся к обычному формату работы, мы будем этот личный контакт эксплуатировать гораздо более осознанно, чем было до сих пор. А многие, наоборот, замечают, что на дому я теперь, оказывается, работаю ничуть не хуже, едва ли не лучше, потому что мне не мешают все эти какие-то суетливые детали. И тогда, потом, когда мы вернемся к обычному формату, мы, может быть, сможем от них разгрузиться. И вообще очень важно смотреть на сегодня вот из этого потом. Это же точно закончится в свои положенные несколько месяцев. И важно, как мы потом будем это вспоминать, как мы потом будем переглядываться друг с другом, понимая друг друга без слов. Важно, чтобы нам не было досадно за свою былую нервозность, за то, как мы не смогли сдержаться и как-то насыпались на наших ближних. Важно, как наши дети будут потом вспоминать. Надо же, мам, как ты могла быть тогда такой спокойной? Пап, неужели ты вообще не нервничал? Продуктовая тема отдельная. Тут уж это точно вопрос просто наших с вами стадных чувств. Нет никакого продовольственного коллапса, нет никакого неурожая, никакого падежа скота. Да, опустили полки в многих магазинах, поставщики их очень быстро заполнят, им это только выгодно. Мне одному пакета гречи хватает на месяц. Это очень хорошая здоровая еда. Но, конечно, всем хочется, чтобы, несмотря ни на какой потом, сейчас не было бы плохо. И очень важно понять, как это плохо сейчас можно уменьшить. Надо понять, что, да, я боюсь, но боятся все вокруг. И чем больше я буду их утешать, чем больше я буду в них вникать и о них заботиться, тем лучше буду себя чувствовать. Физически заботиться, успеть первым, встать налить чаю, пока не успели налить мне. Расспрашивать, спокойнее ли тебе дома, стесняешься ли ходить в маске. Чем больше успокаиваешь окружающих, тем больше успокаиваешься сам. И знаете, мне на днях попали стихи одного поэта, который описывает, очень кстати, к нашей ситуации, ну там свой какой-то душевный кризис, как он раньше ходил по улицам и смотрел на людей, желая их поддержать, как-то помочь. А вот теперь ему самому плохо, и он так искательно заглядывает в глаза окружающих и ни в ком не находит утешения поддержки. И заканчиваются стихи так. Я знаю, ходит где-то тот, кому я тоже нужен. Я знаю, тот меня спасет, кому сегодня хуже. Субтитры сделал DimaTorzok